Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире телеканала Медиан Форум, программа «Мы с Михаилом Катсиным». Я с удовольствием вам представляю моего сегодняшнего гостя, которого вы очень хорошо знаете. Это Андрей Андреевич Пьянковский, известный российский ученый, политолог, человек, который последние 20 лет посвятил борьбе с путинским режимом. И человек, который один из первых еще в начале 2000-х годов просто трубил об опасности путинизма, опасности путинского режима и предвосхищал все эти агрессивные действия и все эти агрессивные формы, в которых в итоге выродился путинизм. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день, Михаил. Андрей Андреевич, вы сейчас находитесь в Соединенных Штатах Америки. Не могу вас не спросить, а в послевкусие ваше лично от встречи двух президентов Владимира Александровича Зеленского и президента Байдена? Я полагаю, что это было большим успехом для Украины. И это впечатление усиливается последующими событиями. Ну, прежде всего, визитом пяти ведущих сенаторов-республиканцев в Киев, как бы по стопам этого саммита. Удалось добиться украинской дипломатии решения двух фундаментальных задач. Прежде всего, был сорван план Путина, который тот обнажил на Женевской конференции, на Женевском саммите с Байденом. Помните, он начал свою пресс-конференцию с такой игривой фразой? Мне кажется, что президент Байден согласен со мной в вопросе безальтернативности Минских соглашений. И самое удивительное, что через полчаса Байден именно такую фразу выдавил из себя. То есть Путину удалось создать тогда такой фронт западных держав Франции, Германии, и вот он получил как бы и Байдена, которые повторяли путинское давление на Украину, которое заключалось в том, что заставить ее признать... Минские соглашения в интерпретации Путина – это признание легализации в правовом и политическом поле Украины военно-террористического плацдарма России ОРДО, ничего в нем не меняя с военными корпусами, с службами, с марионетками, ну тем самым фактически присоединение Украины к ОРДО. И этого Путин добивался давлением на Украину в течение пяти лет. Замысл его был в том, что на саммите Байден скажет Зеленскому «Идите, молодой человек, и выполняйте Минские соглашения, как вам рекомендуют мои коллеги, крупные государственные деятели Путин, Меркель и Макрон». Ну, Меркель и Макрон охотно подыграли в эту игру. Меркель заговорила вообще о формуле Штенмайера, Макрон вывалился с вами кластерами Макрона. Но с Байденом сорвалось. Дело в том, что большинство военно-политического эстеблишмента, американского политикума, Конгресса, очень твердо поддерживают Украину, ее борьбу за суверенитет, за территориальную целостность. Но внутри администрации Байдена сложилась некая группировочка, которая вам хорошо известна по вашим отношениям с Германией – Путин-Ферштейн. Вот эти Путин-Ферштейновцы, они, в общем, и выдавили из Байдена такую фразочку о Минских соглашениях. Ну, я назову персонально, кто это. Это, прежде всего, секретарь Совета Безопасности Селливан. Это очень влиятельный старый друг Байдена Керри, который занимает, казалось бы, такой не очень влиятельный пост помощника по климату, но является своего рода связным кремлевским в общении с Байденом. Он встречался, помните, в туалете Делийской гостиницы случайно столкнулся ворового. А после Женевы он совсем уже расчехлился, ездил в Москву и заявил там, что единственное препятствие к спасению человечества от глобального потепления – это резкие меры сокращения выбросов. Россия согласна. Вот она все сделает, осталось только отменить санкции. Андрей Андреевич, вы абсолютно верно говорите по поводу вот этой формулировки. Слава Богу, она отсутствует по поводу Минска. И это, конечно, победа нашей украинской дипломатии. Только, к сожалению, остается вопрос открытым, как все-таки добиться возвращения оккупированных России территорий отдельных районов Луганской и Донецкой области. Как вы это видите? Все-таки, да, с точки зрения пиара и дипломатии мы победили, но по факту Россия пока оккупирует по-прежнему эти территории. А вот вы, мне кажется, совершаете достаточно характерную для украинского политического сознания ошибку. Почему вы говорите о возвращении оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, не говорите о возвращении Крыма? Эти территории обладают одним и тем же статусом. Это оккупированные Российской Федерацией территории, захваченные в результате агрессивной войны. И все ответственность за то, что там происходит, несет оккупационные власти. Но пока начать, Андрей Андреевич, пока начать с отдельных районов Луганской и Донецкой области, а потом вернуть оккупированные Россией и Украинский Крым. Но хоть начать с отдельных районов. Вот в эту ловушку российская пропаганда и дипломатия вас тащила. Я имею в виду не вас лично, а украинский, значительную часть украинского политикума. Вспомните, они создали иллюзию, что минские соглашения, переговоры на масс-форминике, это нечто о возвращении Луганской и Донецкой областей, нечто о восстановлении и территориальной ценности. Наоборот, этот процесс Москва видит как присоединение Украины к ОРДО. Это то же самое, я, по-моему, в нашей прошлой придаче я проводил эту аналогию. Это тоже тот же самый маневр, который в 52-м году товарищ Сталин предложил Эденауру. Он сказал, давайте пойдем навстречу устремлению немецкого народа и высоединим Германию. Вот ГДР пусть присоединяется с Фореном, все там останется как по-прежнему. И Советская Армия, и Штази, и СПГ, и так далее. Это прекрасно, этот замысел прекрасно выразил никто иной, как министр иностранных дел Лавров, заявивший как раз вот в время этих дискуссий недавно, мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений. Пусть он извивается на нем как можно дольше. Нет никаких процессов возвращения Донецка и Луганского. Это купер на территории. Все эти территории, и Крым, и Донецка и Луганская область вернутся после падения путинского режима. В исторической перспективе это неизбежно. А вот то, что называется минскими соглашениями, это попытка покорить всю Украину, распространить порядки Донецка, Ордо на всю Украину. И вот здесь то, что Украина дала отпор, вы правильно сказали, потому что еще во время переговоров 4-5 августа украинская делегация заявила американцам, что это совершенно неприемлемо для людей. Вторым крупным успехом Украины является заключение оборонительного соглашения между Пентагоном и Министерством обороны Украины. Это очень серьезный шаг, предусматривающий подставку вооружений, которые позволят России отразить дальнейшую российскую агрессию. Сегодня это джавелины, но уже вы видели, что уже на вчерашних приговорах в Киеве с сенаторами шла речь о второй очень важной составляющей оборонной помощи, это противовоздушная оборона, это система Патриот и так далее. Вот этот успех, он обязан двум факторам. Я уже об одном искал твердую позицию украинской дипломатии, а второе, это, конечно, события вокруг Афганистана, когда создалось впечатление, ну, давайте скажем прямо, это была репутационная катастрофа. Весь мир заговорил, а не является ли это уходом Америки из мировой политики, потеря ей роли лидера свободного мира. В этой ситуации любая уступка Байдена дальнейшая Путину и любое сомнение в непоколебимой поддержке Украины, конечно, просто бы снесло Байдена, в том числе и с его поста. Во-первых, такой факт, 17 июня после возвращения из Женевы, ну, я не говорю о республиканцах, о Трампе, я говорю о СНН, самое близкое к Байдену телевизионный канал вышел с заголовком «Путин получил от Байдена все, что хотел». Это первый провал Байдена. И, конечно, громадной критике он подвергался и с Кабульской катастрофой. То есть, с отношением сил, вот, политиками в целом, я уже говорил, не было вопроса об отношении к Украине. Андрей Андреевич, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто в силу ограниченности времени, а вы настолько интересный собеседник, что очень много вопросов к вам. Вот вы когда сказали про Афганистан, последние несколько недель мы увидели, сколько Соединенные Штаты Америки проинвестировали в строительство афганской демократии за последние 20 лет, если бы хоть часть этих денег перепала Украине, ну, у нас уже бы здесь наступило царство Божье на земле, нам бы хватило этих денег, чтобы действительно компенсировать тот ущерб, который нанесла российская агрессия нашей стране. А почему Соединенные Штаты Америки, мы им безумно благодарны за помощь, но тем не менее мы получаем помощь существенно меньшую, чем их афганские союзники? Вы знаете, давайте заниматься не сравнениями, а конкретными вопросами. Сейчас это то же самое, вы ставите прямо такие же вопросы. Вот единственный упрек, кстати, который я сделал об украинской дипломатии, это ее настойчивые вопросы и в Вашингтоне это сразу, почему нас не принимают в НАТО. Перестаньте задавать этот вопрос, вы ставите своих партнеров в неудобное положение. Вас не принимают в НАТО, потому что это означает автоматическую обязанность той же Америки посылать американских солдат защищать Украину в случае дальнейшей агрессии России. Они это не готовы сделать, ну потому что ни один американский президент не сможет это объяснить своим избирателям. Но они могут оказать достаточно серьезную помощь. И вот надо разговаривать не о шашечках, а ехать. А ехать нужно сегодня, потому что военная эскалация Москвы может начаться завтра. И вот то оборонное соглашение, те дальнейшие переговоры, которые ведутся, это очень важно. Нужно быть реалистом и понимать, что Америка сражаться за вас не будет, но очень серьезную помощь оказать может. Это помощь в военной сфере, это современное вооружение, это разведенная информация, это очень важно. Кстати, это большая часть соглашений оборонных в кибербезопасности и так далее. По существу, вот тот уровень сотрудничества оборонного, который зафиксирован соглашением, подписанным в Пентагоне министром обороны Украины, он соответствует вот тому статусу, о котором очень много говорили в Украине. Я всегда призывал, потому что надо добиваться этого статуса. Главный союзник Украины и Соединенных Штатов не член НАТО. Дело в том, что репутация этого статуса немножко подмочена, к сожалению, тем фактом, что Афганистан имел этот статус. Андрей Андреевич, а вот сегодня посол Украины в Соединенные Штаты Америки госпожа Маркарова, она заявила о том, что все-таки не стоит добиваться этого статуса, потому что этот статус получает государство, не входящее в НАТО. Если мы хотим попасть в НАТО, не нужно педалировать вопрос с этим статусом, иначе это нас заведет в глухой угол. Вы согласны с этим аргументом? Я повторю еще раз, что не надо педалировать ни то, ни другое. Сейчас не время шашечек, время ехать и получать вполне конкретную помощь. Потому что, судя по московской риторике, судя по той эйфории, которая охватила все диктаторские режимы, они же сейчас считают, что настало их время. Америка действительно в их представления ушла из мировой арены, и поэтому мечта людей в Пекине и Москве добить Запад двумя разящими ударами, забрать Украину и забрать Тайвань, тем самым уже практически поставив конец в исторической борьбе тиранических режимов Запада. Поэтому вероятность военной авантюры очень высока, и нужно вести разговор сейчас не о статусе, а о той конкретной помощи, которая будет пребывать сегодня и завтра. Что, мне кажется, сейчас и происходит. Андрей Андреевич, немного о ситуации в России. Очевидно, что Путин постепенно сходит с ума. Это видно не только из его статей, но и из его поведения, из той риторики. Он все чаще в 21 веке говорит о том, что было в 15-16 веке. Наблюдаются реально какие-то разлады в его психосоматическом состоянии. Это прискорбно, поскольку Россия ядерное государство. А как вы считаете, все-таки Путин уйдет от власти до 2024 года, либо в 2024 году, либо мы будем свидетелями просто настоящей трагедии, когда человек останется еще 12 лет у власти? Путин не уйдет от власти добровольно и до самого последнего вздоха во власти он будет пытаться покорить Украину. Что касается его психического состояния, я могу добавить последнее сегодняшнее событие. Он исчез из Кремля и объявлено, что он на три дня уехал с Шойгу на Алтай. Обычно они ездят туда встречаться с шаманами. Вот у меня еще такое подозрение, что он хочет посовещаться с шаманами, что, конечно, характеризует его сегодняшний интеллектуальный и психологический уровень перед принятием какого-то важного решения. Андрей Андреевич, мы с вами не общались с момента заключения Алексея Навального в тюрьму, уже прошло достаточно много времени и вот спустя шесть месяцев, насколько вы соглашаетесь с тем поступком, который сделал Алексей, насколько это было разумно, не следовало бы все-таки оттянуть свое добровольное заключение до выборов в Государственную Думу и тогда бы, может быть, умное голосование сохранилось, его бы ФБК сохранилось и удалось бы все-таки как-то повлиять на результаты выборов в Госдуму. А сейчас же оппозиция по факту разгромлена. Насколько мудрый был этот поступок? Это личное дело человека, это его личный выбор, мы не можем обсуждать, его осуждать или приветствовать. Он сделал то, что он считал нужным. Но я бы не согласился, но выбор, мне кажется, вообще, при всем моем громадном уважении к Навальному, его увлечение умным голосованием, вообще выборами в Думу, оно, ну, не самый лучший его проект. Все выборы фальсифицированы, никаких выборов нет, никакой Думы нет, никаких депутатов нет. Но я сейчас раскрою, что я предлагал Навальному другой вариант. Приехать из Берлина, не в Москву, в Вашингтон и выступить на объединенном заседании обеих палат американского Конгресса и призвать американцев ввести, наконец, реальные санкции против российской политической верхушки, кстати, те, которые предусмотрены законом от 2 августа 2017 года и под разными предлогами не выполнялись в администрации Трампа, а именно арест русского триллиона, миллион долларов по подсчетам Института экономического развития Конгресса, активов олигархов и чиновников близких Путина находятся в американской ревизикции. Арест этот и подробное информирование русского народа об этом триллионе, кому и что принадлежит, внесло бы громадный политический и экономический удар российской верхушки. Андрей Андреевич, а Вы уверены, вот Навальный опубликовал фильм, который посмотрели 140 миллионов россиян, но не только россиян, но точно там было большинство россиян, о громадном воровстве режима Путина, лично Путина, его приспешников и ничего, и Вы видели, буквально несколько тысяч человек вышли на защиту Навального на фоне этих фильмов. Вы уверены, что выступления в Вашингтоне возымели бы свой результат? Этот результат, я не знаю, сколько его миллионов вышло или тысяч, но этот результат имел бы большое влияние на те несколько сот людей, которые правят Россией. Более того, это просто, понимаете, эта акция уничтожила бы весь механизм того государства, которое создали эти преступники. Они же создали государство специально для того, чтобы гравить миллиарды, десятки, сотни миллиардов, как выяснилось, триллион долларов или и складывать их в Соединенных Штатах. И все это происходит в какой-то степени, к сожалению, смолчаливого согласия американских властей. Вот рано или пол. Кстати, вот именно эта мера, обещанная американцами, была в том числе и Байденом, и другими руководителями, вот во время тех военных маневров вокруг России, много же говорили о той цене, которую принесет путинский режим за дальнейшую агрессию против Украины. Вот арест русского триллиона был одной из трех мер. Это отключение от свифта, газовое и нищечное эмбарго и арест русского триллиона. И при сегодняшнем настрое американского политика, американского общества, американского руководства, эта мера будет применена. Андрей Андреевич, и последние два вопроса по поводу Белоруссии и еще одного диктатора Александра Григорьевича Лукашенко. За последний год, за вот этот год, он уже шесть раз был в России, вот сейчас будет седьмой. Объясните мне, о чем должны или собирается говорить Путин и Лукашенко, что Лукашенко непременно необходимо приезжать в Москву. Неужели нельзя поговорить по телефону? Ну, эта история продолжается не последние три месяца, а последние 25 лет, начиная с Ельцина. Это желание Москвы, ее желание аннексии Белоруссии, присоединение ее полного к Российской Федерации, превращение ее в субъект Российской Федерации. Лукашенко отчаянно этому четверть века уже сопротивляется, несмотря на все меры давления. Не потому, что он большой патриот Белоруссии, а потому, что он ценит свою личную власть. Ему интереснее быть диктатором европейского государства средней величины, а не минским секретарем обкома. Вот это будет девятого или какого, я не знаю точно, нам уже назначена встреча. Это будет еще одна попытка Путина склонить уже ослабевшего, как ему кажется, Лукашенко и зависящего поддержки к отказу от суверенитета Белоруссии. Да, Индрей, еще последний вопрос. Мы начали с того, что Украине необходимо проводить трезвую политику. Очевидно, что в НАТО Украину не примут, пока есть российские факторы. Американцы и другие государства не будут послать солдат для защиты наших национальных интересов. Это правда. Но, с другой стороны, есть Европейский Союз, который не связан оборонным соглашением. Там есть государства, не входящие в НАТО. И, собственно, в Европейский Союз нас могли бы принять, учитывая то, что мы по уровню коррупции ничем не хуже, чем, например, такие страны, как Румыния, Болгария в момент своего уступления, либо Черногория, которые планируют вступить в Европейский Союз, Сербия и так далее. Почему нет политического решения на это? На то, чтобы дать Украине шанс и, наконец, впустить ее в Европейский Союз? Принять просто политическое, человеческое решение. Ну, это вы спросите у госпожи Меркель и господина Макрона. Они связаны очень сильно с Путиным. Я не знаю, в личном плане, или просто как поражая интересы правящих группировок этих двух государств. Но мы же видели, я уже упоминал, как Макрон и Меркель участвовали в операции Путина по принуждению Зеленского, как они выражаются, извиваться как можно дольше на крючке Минских соглашений. Эта зависимость европейских государств уже сдали часть своей независимости в путинском режиме. Дмитрий Андреевич, спасибо вам большое, что присоединились к студии Медиа информа. Я знаю, что у вас очень много дел, несмотря на такой солидный возраст. Вы очень активно ведете деятельность, в том числе по защите украинских национальных интересов, за что мы, как граждане Украины, вам, безусловно, благодарны за вашу гражданскую позицию. Будем вам благодарны, если вы в будущем будете давать интервью нашему каналу. Большое вам спасибо, Андрей Андреевич, за участие. С нами был Андрей Андреевич Пьянковский, известный ученый, известный диссидент, политик, ну и действительно сторонник демократической, либеральной России, которая, безусловно, когда-либо наступит после падения российского авторитаризма господина Путина. Спасибо, Андрей Андреевич. Спасибо.